Долгожданный ремонт продолжается в Дюце. Уже отремонтирован большой участок кровли и крыльцо. Поставлены новые пластиковые окна. В фойе покрашена лестница левого крыла. На днях отремонтировали еще пять учебных классов и выставочный зал. Новые страны у нас заказаны, с кафедрой слов. И все. И шарди ног. В лекционном зале еще чувствуется запах краски. Накануне здесь поменяли светильники, покрасили стены, побелили потолок, постелили линолеум, поменяли старые окна на пластиковые. В кабинете новые стулья и современное оборудование. На днях поступят столы и жалюзи. В Дюце продолжается ремонт, которого ждали более десяти лет. Ткань холщевая, но она уже прохудилась вся. И мы решили, чтобы не мудостовый рукава, взяли, купили коврозит. И он смотрится хорошо в соответствии с мраморным полом нашим. Это еще один отремонтированный кабинет. Здесь также поменяли окна и светильники. После ремонта в выставочном зале уже прошла выставка «Зимняя фантазия» среди городских школьников. Также в Дюце отремонтировали еще четыре учебных кабинета. В этом из-за плохой кровли постоянно текла вода. Здесь победили грибок, отбелели потолок. В здании покрасили и коридоры. Теперь на третьем этаже их разрисуют дети. Выбрать узоры поможет конкурс. На ремонт Дюца в этом году выделено около двух миллионов рублей. Помимо ремонта кровли, крыльца, замены коммуникаций, в кабинеты закупают новые ткацкие станки, столы, шкафы. До ремонта Роспотребнадзор выписал 12 предписаний. Вот у нас буквально на днях закончилась проверка Роспотребнадзора. И всего лишь два новых нам замечания написали. Это освещение концертного зала и освещение театрального зала, который у нас находится в учебном корпусе на Орженикидзе 19А. А так больше ни одного замечания нет. Замечания необходимо устранить до ноября 2016 года. Руководство Дюца отмечает, ремонтировать здания будут еще долго. В ближайшее время планируют модернизировать туалетные комнаты на втором и третьем этажах. Поменяют раковины и оборудуют сушилки. В планах и отремонтировать музей истории детского движения. Евгения Карельна, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска.